Девушки отдыхают Красивая обертка оказалась совсем не то, чего ждали игроки Количество активного онлайна сразу начало стремительно падать Игру поносили везде, где только можно Но Ubisoft продолжали стоять на своем И за дня в день от патча к патчу обрабатывали дивизию напильником В итоге это дало свои плоды В минувшую пятницу издатель отчитался о том, что показатель онлайна вернулся к релизному значению Такое положение дел доказывает, что курс надопил самой игры И вместо выпуска нового контента был взят верный Доставайте лопаты, совки, ложки или что там у вас есть Пойдем откапывать No Man's Sky Второго шанса заслуживают все, даже Шон Мюррей и его студия Hello Games На выходных появилась информация, что главное разочарование года Готовится к первому большому обновлению, которое должно заложить фундамент для будущих нововведений А также внести некоторые новшества и разнообразить геймплей уже сейчас Основной фишкой станет возможность строить базу и выращивать растения Но и уже имеющиеся механики обещают доработать и обновить Ну что, дадим им возможность реабилитироваться? Я думаю, никто не станет спорить с утверждением, что Valve подарили индустрии видеоигр очень многое Но на фоне всех достижений гейба и компаний ярче всего выделяется миф, созданный ими Half-Life 3 Кто бы что ни говорил, но эта тема никак не хочет умирать Подтверждение разработки постоянно ищут и находят Блогеры спекулируют теориями и слухами И все это говорит только о том, что нам нужна эта игра Возможность заявить об этом еще раз теперь предоставила сама Valve Одновременно со стартом осенней распродажи они запустили премию Steam Где каждый может выдвинуть любую игру из магазина в нескольких номинациях И среди них затесалась одна, которую должны назвать сами игроки И они не растерялись Назвали номинацию «Заслуживает сиквела» И выдвинули второй эпизод второй части Half-Life Главный мечтатель игровой индустрии Питер Молиньё в очередной раз делает то, что у него получается лучше всего Обвиняет в своих неудачах других На этот раз он посетовал, что Fable 4 так и не увидела свет Якобы виной всему Microsoft, с которыми они и так никогда не ладили Как он говорит, все из-за неполиткорректного британского юмора и женских сосков Ну что, время дичи? Дичь минувших выходных не столько нажористая, сколько интересная Разработчики Farming Simulator 17 отчитались о продажах за первый месяц Их количество составило 1 миллион копий Причем большая часть из них пришлась на коробочные версии В наше время над симулятором фермера потешались все, кому не лень Однако из года в год игра показывает лишь возрастающий к ней интерес Регулярно занимая места в топах продаж Европы На сегодня это все Чем запомнится этот день, я расскажу завтра Следите за новостями на сайте goha.ru Субтитры сделал DimaTorzok